Джордан тренировался по несколько раз в день. Если ты тренируешься меньше, то тебе надо что-то менять. А именно, перейти на канал моего знакомого, который снимает все про баскетбольные тренировки. Неважно, новичок ты или же игрок более высокого уровня. На этом канале ты найдешь все необходимое для раскрытия своего баскетбольного потенциала. Переходи по ссылкам в описании и ближай! Майкл Джордан Революционный игрок, который изменил мир баскетбола. Вы 100% знаете вот этого вот парня, вот этого вот парня и видели его шоу, даже если не являетесь любителем баскета. Он является миллиардером и без сомнений брендом, потому что такое название как Air Jordan к нему прикрепилось после одной игры за Chicago Bulls, в которой он позабивал очень много очков. Майкл Джордан ушел из баскетбола не так много лет назад, но тем не менее он сохранил отличное телосложение, которое не так легко поддерживает. О чем здесь можно говорить? Вы все еще можете увидеть его пресс, хотя этому парню исполнилось почти 60 лет. И сегодня я попытаюсь прожить 24 часа, как это делал легенда, и понять, как создать такое мускулистое тело при таком атлетизме и прыжке метр двадцать. Но перед этим я пойду в магаз, чтобы закупить необходимые нутриенты для его рациона. Let's get it! Мы не изменяли баланс, просто нарезали нечто для общего представления. Смотрите и судите сами. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 И пока яйца готовятся, мы приступим к приготовлению овсянки. Она делается еще проще. Овсянку я предпочитаю брать быстрого приготовления. Потому что не надо с ней долго морочиться, просто заливаешь водой и ешь. Итак, приготовил я сегодня 4 яйца. Овсянку с фруктами. У меня это сегодня виноград. И сок яблочно-черно-смородиновый. Оу! Вот я уже нахожусь за столом. И сейчас буду есть обычный завтрак необычного MJ. Я очень сильно проголодался, пока ходил в магазин. И поэтому я хочу все это быстро сожрать. С божевой галорийностью вот здесь ознакомливайтесь. Сколько я сегодня потратил на рацион МДжея вот здесь, а я полетел. Let's get it! Итак, я поел и сейчас буду собираться на бросковую тренировку МДжея. Так как все мы знаем, что он является огромным трудоголиком в этом плане. Майкл Джордан обожает работать над своей ловкостью. Даже если кто-то из игроков позвонит ему и скажет, что я лучший игрок. MJ сразу выйдет и покажет, кто здесь батят. Получалось даже так, что после выхода на пенсию на одной из тренировок парень заявил, что он лучше него. Он его схватил, повел на площадку и обыграл 1 на 1. 11-5 счет был у них тогда. Тренировка на ловкость, которую я проверю сейчас, пойдя на поляну, состоит из лестницы. То есть мы делаем шаги быстро вперед-назад. Дриблинга, отрабатывание броска и владение мечом. Он повторял эту схему всегда и работал без отдыха в течение часа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Во время каждой тренировки баскетболисты используют изотонический напиток или BCA, чтобы восстанавливаться и пополнять водно-солевой запас. Конкретно вот в этой бутылке изотоним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провел тренировку, так как на улице мокро, не получилось забивать данки. Но зато я сегодня сделал 100 бросков средних и 100 штрафных. Потом поделал лесенку, то есть попрыгал на воображаемой лесенке возле штрафа и попрактиковал дриблинг. Все это у меня заняло 1 час времени. Теперь я очень голоден. Погнал домой, чтобы отведать прием пищи номер 2. Все, всем пока. Не пихайте, пацаны. Шо нафиг, не пихайте. Говорю, ты заветы раздавал, не пихайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вернулся домой после бросковой тренировки MJ и сразу же должен выпить BCA, потому что так делает MJ, и приступить ко второму приему пищи. К приготовлению второго приема пищи. Почитает в обед есть продукты с высоким содержанием белка, углеводов и витаминов. Допустим, такие продукты, как куриная грудка, лосось, паста и салат. Чьим приготовлением мы сейчас и займемся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Все это делает в трех сетах на 10-15 повторений. Допустим, тренировка на плечи у него занимает тоже в районе 6-7 упражнений, используя при этом классические упражнения такие как жимы, жимы Арнольда, разведения, ну все по классике. Тренировка на спину включает тоже 5 упражнений. Он начинает с обычных разминочных упражнений, такие как подтягивание, тяга, гантели в наклоне и заканчивая тяжелыми становыми тягами. На следующий день он делает руки и упражнения здесь тоже максимально обычные, тоже в трех подходах на 10-15 повторов, но нас же интересует самое важное, как MJ тренирует ноги, как добиться такого огромного, колоссального, просто крутейшего прыжка. Итак, сегодняшнюю тренировку Джордан называет лучшей в этом списке, то есть мы начинаем с обычного приседания как разминку, дальше идут приседания с весом, потом экстенция бедра, все это делаем в трех подходах по 10-15 раз, по классике. Я узнал многое, теперь я пойду в зал и испытаю на себе эту мощную тренировку. Перед тем, как отправиться на тренировку ног, я бы хотел рассказать немного фактов об MJ, которые вы могли не знать. Факт номер один. Перед тем, как подписать контракт с Nike, Джордан это очень сильно хотел сделать с Adidas, потому что они были номер один в то время в мире. Так как Джордан был не совсем большой звездой в то время, Adidas отказала ему. И юный талант взяли в ротацию Nike, с чем они 100% не прогадали и стали одним из самых крупных брендов. Ну, сами посмотрите, где сейчас Nike, а где сейчас Adidas. Факт номер два. У звездного спортсмена есть необычная фобия. Боязнь воды. Когда Джордан стал известным, чтобы сохранить инкогнито во время того, как он посещал гостиницы, он представлялся именем другого парня, с которым играл в школьной команде, которого звали Лерой Смит. Мало кто знает, но MJ создал свой личный спортивный бренд одежды, который, к сожалению, просуществовал всего год, период с 97-го по 98-й. Теперь вы знаете немного больше о легенде баскетбола Майкле Джордане. А я, пожалуй, пойду на тренировку «Нуб». Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я очень сильно проголодался, поэтому их просто нужно сожрать за раз. Сейчас я их съем и приступлю к разбору сегодняшнего дня. Сегодня я попытался прожить 24 часа, как легенда баскетбола Майкл Джордан. Съел больше 4000 калорий, провел бросковую тренировку и прокачал ноги. Майкл Джордан – это легенда баскетбола, которому, по мнению, никогда не будет равных. Именно с просмотров матчей с его участием начался мой путь в баскет. Такого трудолюбия и самоотдачи на тренировке, веры в себя и в свои силы при потрясающей ментальности можно найти далеко не в каждом. Я всем сердцем восхищаюсь этим человеком и его достижениями и очень рад, что сегодня попытался, попытался прожить 24 часа, и это делает он. Друзья, я очень много времени трачу, чтобы найти достоверную информацию о том или ином человеке, чтобы сделать видео для вас. Поэтому поддержите это видео лайками и напишите в комментах, чьи 24 часа вы хотите увидеть в следующий раз. Не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами был Саня, услышимся в следующих крутых видосах. Пока! Оскара! Оскара!